всем привет последний месяц я был занят разработкой одной игры онлайн игры я поставил себе цель создать и выпустить ее за месяц мультиплеер за 30 дней да именно я даже могу показать вам что у меня получилось за это время неплохо да но что если я вам скажу что на разработку этой игры ушло всего 72 часа ну просто я же не целыми днями и разрабатывал верно 72 часа на создание онлайн игры как такое возможно недавно мне написали из craft fix нет и предложили свою графику я посмотрел на нее и не долго думая согласился вы просто посмотрите на эту красоту на графику всегда уходит очень много времени а тут у меня целый график пак есть возможность сделать классную игру за небольшой срок ведь ничего рисовать и анимировать не нужно и я начал прикидывать идею игры сразу же подумал про мультиплеер ведь я давно хотел сделать такую игру но один я бы такой не вывез поэтому спасибо craft fix нет за предоставленную графику и так теперь начинаем разработку что из себя представляет игра то что это мультиплеер было сказано не раз но что блин будут делать игроки окей сейчас все расскажу расскажу вам до него бои будут проходить три на три для победы нужно уничтожить вражескую базу чтобы это сделать игроки должны собирать деньги на карте и покупать роботов для борьбы с врагом каждый персонаж и робот по-своему уникальный поэтому нужно придумывать тактику теперь давайте посмотрим на процесс разработки поближе я же для этого видео делу верно первым делом создание персонажа для удобства я закреплю анимацию на каркас так легче работать с кодами несколькими персонажами теперь нужно сделать небольшой уровень для тестов и настроить синхронизацию я буду использовать фотон подключаемся к серверу и меняем актронейм на никнейм игрока имя его персонажа и количество кубков подключаемся к свободной комнате при подключении игрока в комнате добавляем его айди в список игроков это нужно чтобы потом разделить игроков на синих и красных а еще записываем в отдельное свойство комнаты его данные из актронейм это нужно чтобы иметь к ним доступ даже если игрок вышел из игры при отключении удаляем айди этого игрока из списка игроков когда все игроки найдены начинаем матч я сейчас пишу сценарий и понимаю что лучше не стоит загружать видео такими деталями мало кому интересен констракт ладно дальше не буду описывать код так подробно здесь я создаю персонажей и задаю им цвет моя команда спавнится на синей базе а противники на красной для синхронизации позиции я отправляю координаты игрока 30 раз в секунду а анимации синхронизирую только когда они меняются теперь нужно настроить атаку очень сложно синхронизировать пули так как может быть такое что один игрок видит как он попал по цели а у другого показывается что тот промахнулся в общем здесь нет идеального решения я просто делаю так чтобы если хоть у одного игрока пуля попала то и у остальных тоже попала это лишь малая часть проблем если кто-то свернул игру и зашел через некоторое время у него может показываться вот такое ну и так как я люблю все усложнять начал думать как это можно исправить в общем я придумал супер сложную схему которая вычисляет какой персонаж не в сети и перестает ему отправлять изменения ну да столбался а если он снова появился в сети то синхронизирует все так 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 хватит технической фигни давайте добавлять роботов роботы это круто первый alarm бот он стреляет пулями в обе стороны так как боты ведут себя предсказуемо их достаточно синхронизировать лишь во время атаки 2 будет летающий и 3 и вот такой танк ну что нормально когда я перечисляю то что я сделал не вдаваясь подробности но давайте хотя бы протестируем что получилось это были первые 30 часов разработки остальное пожалуй расскажу в еще одном видео а то слишком много всего этот ролик оказался сложным для меня так как нужно было уместить максимум информации и так чтобы это было понятно поэтому пишите в комментариях мнение о подаче материала заходите на крафт пикс нет за графикой и не болейте пока пока пока